Казахстан Но больше всего нареканий вызвали экспертные правовые заключения, сделанные специалистами в области филологии, философии, религиоведения, психологии, но отнюдь не право. Отсутствие четких критериев во время проведения экспертизы. Сама методика, которой пользуются эксперты, не отработанная далеко не идеально. К тому же неизвестно адвокатам и правозащитникам. В результате подсудимые получают значительные уголовные сроки на основании заключений странных экспертиз. Его начинают проверять, с ним начинают беседовать и начинают дифференцировать. Это традиционно, это нетрадиционно. Как они проверяют, вообще непонятно. Ну да, но если человек говорит, что я салафья, ну ладно, обрадовались, перевели его в детрадиционный, значит за ним особый контроль. Значит ему условно-досрочное освобождение не применяется. Значит ему более строгие условия содержания. Самая натуральная дискриминация. Налицо несправедливые судебные производства против верующих. На слуху такие громкие уголовные процессы, как дело Александра Харламова, Бахджана Кашкумбаева, Саята Ибраева. Административный кодекс плавно перекочевывает в уголовный, что недопустимо, разумеется, в цивилизованных странах. Методика проведения экспертизы по делам, она целиком привязана к статье уголовного кодекса, что совершенно неправильно. С работу увольняет государственных чиновников, только если узнают, что он ходит в мечеть. У нас детям не разрешают в хиджабах ходить, в школу. Девочки вынуждены за воротами школы надевать платки. Это тоталитаризм или нет тоталитаризм? Тоталитаризм самой чистой воды. Или закон приметит, чтобы мы четко понимали, что судья не имеет права в пятницу пойти на жуманамаз. Мы, конечно, посетим школы, здесь в Алматы, и, может быть, выясним, существует ли проблема такого рода или нет. Вопросы, как всегда, гораздо больше, чем объяснений. Непонятно и то, как принимался закон, регулирующий такую важную сферу жизни, как свобода совести, религии и убеждений. Ведь ни дебатов, ни общественных слушаний и экспертиз, выступающих залогом развития современного демократического союза, проводить не стали. Остается только надеяться, что все важные замечания будут приняты к сведению и отражены на итоговой пресс-конференции спецпредставителя ООН Хайнера Белефельда, который состоится 4 апреля в Астане.